итак ребят зашли мы на чердачок на самый верхний этаж первый как говорится участок я начал прозванивать всякой хрени здесь полно наверху поднялся юрец туда отошел у меня был сигнал и вот смотрите какая фиговина интересная выпала очуметь царская символика это возможно может кокарда да наверное кокарда ли что-то в этом роде сзади имеется нас петлицы имеется надпись надпись а ну это железнодорожная потому что написано самаро самара златоуст ж д на перышках смотрите какая зачетная вещица офигенно ну у меня чердачок уже радует хоть здесь и мусора полно валяется старые бутылочки царские разбитые к сожалению и все кто-то кто-то здесь он уже складывал все все железные баночки бутылочки здесь вот мы ходим ямки здесь есть его знаете все-таки порадовала выскочила вот такая вещица до канал я этот сигнал выковыривал проволочки всякой фигню но все же вот классно можете меня поздравить фокус извините не особо потому что камеры на холде находится немножко запотела ну как могу показываю надеюсь качество пойдет ладно продолжаем между прочим первые пять минут на чердачке вот такая находка все продолжаем это кокарда на головной убор служащего железной дороге самара златоуст используется она до 1917 года является редкой самара златоустовская железная дорога до 1890 года самара уфимская значит наша кокарда после 1890 года постройка начата в 1885 году от самары до златоуста дошла в 1890 в итоге до челябинск в 1892 дорога являлась одной из крупнейших российских дорог конца 19 века и служила связующим звеном между поволжьем и южным уралом подведем итоги наша кокарда является редкой начала 1890 по 1917 год и на аукционе стоит приличных денег наша находка в идеальном сохране хоть сейчас на шапку и отправляйся в прошлое на этом и все ждите следующих находок с историей всем пока а